ну здравствуйте мои хорошие вернемся в нашу рубрику тихо сам собой на весь youtube я стояла у плиты и слезы капали они капали прямо в суп я понимала что все годы потраченные на то чтобы выцарапать у предприятия из комнате отдельную квартиру рушится несмотря на то что я все делала четко по плану во первых мне очень повезло с соседом это был алкоголик который сбивал свою сожительницу зою ванну его звали ван петрович и он страдал открытой формы туберкулезом что было крайне важно и удобно потому что после моего замужества и рождения ребенка ему полагалась отдельная жилплощадь и вот теперь после рождения ребенка получения этого богом данного инструмента для осуществления нашей мечты по получению отдельной квартиры я понимала что планы рушатся от бориса не было никакой помощи он пил где-то отсутствовал не принимал никакого участия в жизни семьи аллочка едва едва оправившись от дистрофии 1986 году в центре москвы в центре россии ребенок умирал от дистрофии понимаете потому что никто не мог научить меня как кормить ребенка ни бесплатная медицина советского союза не моя мать не участковый педиатр не мой муж ну а мужа я уже говорила от него помощи ждать не приходилось никогда а боба да ты меня звал а а тебе нужно побрить усы да а жени бороду ну хорошо я подстригу вам ты приготовил 20 долларов да ну хорошо я приду скоро да это мой боба мы так вместе живем он сейчас под столом на кухне смотрит с нашей собачкой жене телевизор он вообще живет там под столом так вот возвращаясь к этой ситуации понимаете навалилось все одновременно я понимала люба люба не сможешь ты справиться с этой задачей но знаете я работать никогда не любила а вот в школу комсомольского актива я ходить любила и вот какой-то внутренний голос вот учениц этой школы комсомольского актива мне говорил сможешь любая сможешь на следующий вечер я спустилась в почтовый ящик и вместо привычные повестки о заседании суда по поводу разбираться с моим предприятием насчет получения этой однокомнатной квартиры я с ужасом обнаружила не просто повестку а квитанцию о штрафе за пропущенные заседания а как я могла я не могла аллочка болела боба пил или спал или где-то отсутствовал валерия денисовна наш районный педиатр мне только выписывала больничный обои рз личной машины у нас не было собственно как у 99 процентов москвичей но в любом случае мне некогда и у меня не было возможности просто заниматься этим и вот пришла квитанция о штрафе и знаете вот в этот момент я поняла что это и есть мой звездный час и сейчас я вам дам рецепт от тети любы о том как надо квартиры отжиматься государства что я сделала я дело плачущую аллочку завернула ее в одеяльце подняла в руки легкое тельце дистрофичного ребенка измученного кашлем и орзе и через весь город понесла ее здание суда там аллочка я открыла дверь сам зал суда где шло заседание сидели люди истцы ответчики адвокаты свидетели я не видела ничего я видела только стол и судью я шла прямо на нее вместе с аллочкой я швырнула легкое тельце ребенка на стол вместе с квитанция со словами вы выписали этот штраф вы и кормить этого ребенка развернулась и пошла далеко надолго я слышала крики шум звывание сирен охи вздохи но меня нельзя было остановить даже плач маленькой аллочки лишний раз подтверждал что я на правильном пути в какой-то момент я услышала тяжелое дыхание судьи я обернулась я увидела судью без бегущий за мной по снегу она прижимала груди одеяльца с аллочкой которая практически была раздета на морозе какой-то момент она запнулась на какой-то кочке выронила аллочку в снег подняла снова завернула в одеяльце и продолжала бежать бежать за мной подбежав ко мне она подошла и сказала любаша мы все уладим мы все уладим только возьмите ребенка я взяла аллочку на руки и поняла что я выиграла эту партию с судьбой судья стояла рядом гладила меня по спине слезы катились по моему счастливому лицу я понимала что очень скоро мы получим ордер на однокомнатную квартиру и Продолжение следует...